В салоне самолёта. Смотрим. Ля! Ля, кто сидит, ля! Ой, какая лиса! Смотри на него, а! Сидит рожей, торгует, смотри! Ля, что ты отворачиваешься? Я не понял, что ты отворачиваешься? Мужчина, вы меня с кем-то перепутали. Вот ты гнида какая, а! Смотри на него! Делайте, что не понимает, про что я говорю. Вот ты шакал пластилиновый, а! А где у нас тут жук хитрожопый? А вот у нас жук хитрожопый! Послушайте, мужчина, я серьёзный бизнесмен. Вы меня явно с кем-то перепутали. С кем я тебя перепутаю? Посмотри на свою рожу треугольную. С кем тебя можно перепутать, ты? Спрятался за морщинами, думаешь, я не найду тебя или что? Не рожа, а гитара. Вы меня явно с кем-то перепутали, я вам ещё раз это говорю. Ох, взять бы так полурожье твоё, вот так наватать на руку и да по второму полурожью так надавать, вот так. Засунок вот сюда, вот так это всё протереть, хорошо. Ну-ка верните моё полурожье! От лица. Чего вы ко мне привязали? Сейчас первый раз вижу. Ты брал кредит 10 миллионов. Это вообще-то не ваше дело, что вы себе вообще позволяете? А я тебя сейчас шамарну, а? Я тебя сейчас как шамарну. Сейчас прям прилетит тебе, сейчас прям шамарну. Да не надо меня шамарить, всё, брал, брал, допустим, брал. Брал. Вам-то какая разница, вы кто такой? Служба безопасности Сбербанка. Когда отдашь? Я его только вчера взял. Верну, когда нужно будет, в срок. Поклянись, что отдашь. Ничего, клясться не буду. Так поклянись, я тебе сказал, что отдашь. Послушайте, я ответственный заёмщик, у меня положительная кредитная история, я вам ничего не буду клясться. Да, а чё ты тогда в самолёте сидишь, ты умный? У меня на Кипре дела. Сори на него, 10 лямов появилось, дела на Кипре появились, да? У меня дела по бизнесу на Кипре. Сиди мне тут в бизнесе, про бизнесы рассказывай, да. Сейчас как тебя лузгну один раз, сейчас как лузгну тебя пополам. Тихо, тихо, тихо. Да не надо мне угрожать, верну я всё в срок, обещаю. Клянись, что отдашь. А чё это за правила такие? Давай, клянись, говорю, что отдашь. Мы в этом году всех проверяем, особенный год. Какой год? Год крысы какой, сиди тут. Кредит он взял. Думал, у нас календаря нет, а? Сиди, клянись давай, что отдашь. Да ни в чём я не буду клясться. Я все бумаги подписал, всё серьёзно, всё официально, юридически оформлено. Выбирай, шамарнуть тебя или лузгнуть, выбирай. Всё, 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 не надо, не надо ничего делать, клянусь, клянусь, верну, отвечаю. Отвечаешь, что клянёшься? Отвечаю. Народ, отвечаешь? Ну что? Народ, отвечаешь? Сейчас как лузг. Не надо, хорошо, отвечаю, как вы там хотите, народ, отвечаю. Молодец, на, всё. Это что? Ха, что? Деньги твои, дубина, а что это? Ха, какие-то мои деньги, я свои деньги на счёт положил в Сбербанке. Ты вообще баронелла у нас на счёту в банке оставлять 10 лямов? Ты ещё б на Новослободской на турнике эти оставил. Верните мне мои деньги. Не верните, давай рассказывай, зачем тебе бабки. Я вам ничего рассказывать не собираю, деньги верните. Давай рассказывай, я их сейчас в эконом выброшу, они там раздербанят за секунду их. Тихо, тихо, не надо ничего выбрасывать. Давай рассказывай, зачем тебе бабки. У меня стартап. Так ты меня диагнозами не пугай своими, я тебе говорю, бабки рассказывай, зачем тебе. Да говорю, у меня стартап, я собираюсь сенсорную автомойку в Москве открыть. Что? Серьёзно, вот у меня бизнес-план, всё официально оформлено, все цифры, все подсчёты. Вот, смотрите, сенсорная автомойка, заезжаешь, специальные датчики считывают марку машины, степень загрязнения, и, соответственно, этому моют машину. А ты леса, просчитал всё, да? Всё просчитано за пакетованные технологии. А ты этих посчитал, которые к тебе придут, скажут, «Лежись ты, мы здесь 200 лет мойки моем, что ты тут делаешь, ты? Иди отсюда из Москвы, меня тебя сейчас омару». Посчитал ты этих, а? Я об этом и не подумал. Не подумал. А пожарные, а? Менты, санэпидемстанция, ты каждому раздашь, у тебя останется лям, дай бог. О, ещё осветить надо автомойку. Сиди, тут рассказывай. И что теперь делать? Короче, вынимай говно из ушей, иди сюда, слушай меня внимательно. Значит, послушай, под бизнес приобретаешь жилую недвижимость, в следующем году оформляешь возврат налогов и переводишь её в нежилое. Понял? Работников переводишь в самозанятых на упрощёнку, отдел кадров и бухгалтеров переводишь в аутсорс. Регистрируешь мойку на отдельный ИП, чтобы покупать услуги у самих себя, выводя часть средств в наличку. Понял? Что это вы мне сейчас за схему рассказали? Какая схема? Это федеральная программа помощи молодым предпринимателям. Брошюры для кого в банке лежат? Спасибо. Ладно, вижу, нормальный ты парень. У меня работа просто такая. Да я всё понимаю. Хочешь вообще не возвращать эти бабки? Хочу, а как? Ля ты крыса, а? Подождите, ну вы просто рассказали, и я отреагировал. Я сижу ему схемы рассказываю, он думает, как бабки не отдавать. Я тебе сейчас ассорти из Чапалаха ещё молодцы. Не надо, не надо ассорти, всё. Я клянусь, клянусь, всё верну. Какие ещё ко мне вопросы? Оцените работу сотрудника Сбербанка по пятибалльной шкале. Где один, это отлично, а пять умопомрачительно. Э? Пять, пять умопомрачительно. В приложении у меня пятёрку поставь, понял? Хорошо. О, подождите, а как зовут-то вас? Герман Греф меня зовут, как зовут? Я в эконом пойду, ипотечников по кошмарю сиди здесь, понял меня? Здравствуйте, я Тимофей Александрович Назаров, начальник исправительной колонии номер 23. У нас не колония, а Голливуд. Ну, не в том смысле, что мировые звёзды сидят. Мы тут это, сами кино снимаем. Ребята подобрались. Талантливые, рукастые, особенно те, кто за кражу сидит. Да у нас тут полное кинопроизводство, даже призы свои есть. Правда, из хлебного мякиша, но зато у неё одного Ди Каприо такого нету. Камера Мотор. С 4 марта, в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 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 Премьера на ТНТ.